Здравствуйте! В эфире программа «Школа здоровья». Сегодня в выпуске вы узнаете. Проведено больше тысячи исследований. Принято 660 пациентов. У 15-ти своевременно выявили онкозаболевание. Самарский центр амбулаторной онкопомощи подвел первые итоги работы, как попасть на прием и каковы возможности центра. Речь пойдет о мужчинах. Поговорим о том, как можно оценить состояние здоровья и вообще, что нужно знать о нем. Назовем 10 продуктов против 100 болезней. Во время консультации врач-онколог составляет для каждого пациента персональную карту здоровья и при подозрении на онкозаболевание назначает перечень диагностических исследований. К примеру, с помощью этого аппарата можно определить природу нового образования. Это позволяет сделать эластографией новейший метод ультразвуковой диагностики. Жители принимают со всей Самарской области в две смены, а также по субботам. Очередей ваши нет. То есть все идет по времени, все принимают как положено. Врачи хорошие. ЦАОП, так называют Центр амбулаторной онкологической помощи, обслуживает порядка 50 пациентов в день. Сюда попадают по направлению врача общей практики, участкового терапевта или по записи те, у кого есть подозрения на онкологию. Амбулаторный центр работает на базе Самарской городской клинической больницы номер 8. Скрининг проводят на новейшем цифровом оборудовании. Установили аппараты гастроскопии, УЗИ экспертного класса, колоноскоп и цифровой маммограф. Если у пациента подтвердилось заболевание, то тут же назначают курс лечения. В Центре развернут дневной стационар и открыто отделение химиотерапии. Стремимся к тому, что человек, когда пришел, он с первый день начал уже проходить обследование. Мы имеем возможность сразу связаться с ломкоцентром и уже не дублировать, не повторять все то обследование, которое мы проводим сейчас здесь. Это ускоряет момент от обращения больного до постановки диагноза начала специального лечения. Все возможности нашей больницы, они направлены как раз на то, чтобы пациент максимально получил не только абсолютно консультации всех специалистов. За два месяца проведено тысячи исследований. Принято 660 пациентов. У 15-ти своевременно выявили онкозаболевание. Мы разгрузим областной центр. Тем самым, пациенты с выявленной патологией будут быстрее начинать специализированное лечение и, соответственно, это, конечно, увеличит продолжительность жизни пациентов. Подобные центры открывают в России в рамках НАСПроекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В своем послании глава региона Дмитрий Азаров особое внимание уделил вопросам развития этой сферы, в том числе совершенствованию работы онкологической службы региона. В 2020 году откроют три центра амбулаторной онкопомощи в Самаре, Тольятти и Сызрине. До 2024 года заработают 12. Диетологи выделяют особые продукты, которые полезнее остальных и могут выступать в качестве профилактических средств. Сейчас вы узнаете топ-10 самых полезных, которые помогут против 100 болезней. Каша овсянка снимает воспаление кишечника, снижает уровень холестерина и сахара в крови, отрубя овса, имеет противоопухолевый эффект, а овсяной чай помогает снять тревожность. Имбирный чай поможет при болезнях сердца, он не хуже овсянки, снижает уровень сахара и холестерина, а еще этот чай стимулирует работу пищеварительной системы. Лук и чеснок. Это парочка для тех, кто любит поострее, снижает давление, а еще оказывает мощнейшую профилактику рака кишечника. А луковый суп хорош для страдающих циститом за счет своего антибактериального эффекта. Мед известен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами, применим в натуральном виде при болезнях горла и бронхите. А еще с ним можно делать компрессы при проблемах с суставами, главное не нарваться на подделку. Возможно, вы не знали, но вареная картошка снижает артериальное давление, а в сыром виде, точнее в виде сока, спасает от изжоги. Большинство видов капусты усиливает моторику кишечника, а капустные компрессы хороши при артрозе. Куркума считается настоящим суперфудом, ей пророчат славу универсального средства против старения. Прежде всего, соль полезна для профилактики ОРВИ. Теплый соленый раствор подходит для ежедневных промываний носа и полосканий горла. И лимон обладает бактерицидным и антиоксидантным эффектом, а кофе с лимоном помогает от головной боли. Разрядить обстановку в палате – один из способов подготовить пациента к операции. Для Сергея Маликова она будет первой в жизни. Он не скрывает – волнение не покидает его с тех пор, как врачи поставили сложный диагноз. Направили сюда, на лечение. Здесь отследовали и вынесли решение делать операцию. Операции проводят самарские врачи и ведущие эксперты страны. Выполняют операции по удалению камней из почек и аденомопредстательной железы по новой технологии – малоинвазивным способом. Раньше эти камушки удалили с помощью открытой операции. Для этого делали большой разрез 10-15 сантиметров. С разрезом мышц обнажали почку, доставали камень. Сейчас мы это делаем либо через тонкие проколы, либо через естественные ночевые пути. Сегодня мы это делаем то же самое через 2 миллиметра. Поэтому травма, сами понимаете, гораздо меньше. Больные наши к вечеру встают. По-хорошему на следующий день могут быть выписаны. За тем, что происходит в операционной в режиме реального времени, внимательно следят коллеги. Они собрались на симпозиуме по репродуктивной медицине «Встреча на Волге». Я работаю через 2 миллиметра. У меня через тройник в этом кожухе находятся лазерные волокна, идет вода и находится фиброоптика. Думаем о создании кабинетов мужского здоровья. Но в поликлиниках достаточно много, куда может обратиться пациент при наличии каких-то определенных жалоб. Мы говорим о том, что перед нами поставлены задачи правительственным президентам по улучшению демографической ситуации, получения продолжительности жизни. Специалисты отмечают, что на хорошее самочувствие и продолжительность жизни отлично работают отказ от курения, увеличение физической активности, здоровое питание. Внимательное отношение к своему здоровью поможет до преклонного возраста оставаться в тонусе любому мужчине. Также врачи напоминают о важности своевременных профилактических осмотров и диспансеризации. Бережное и грамотное отношение к своему здоровью – залог активной и полноценной жизни. Берегите себя и до новых встреч!